Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем проходить субнафтику. Субнафтику, субнотику, или как там её звать, так? Дайте-ка мне, во-первых, сюда сканер, ремонтный инструмент, лазерный резак. Хорошо, я снова сюда пришёл. В прошлый раз с игрой была небольшая беда, она у меня не сохранилась в этой точке. Я начал опять там от подлодки, прошёл, собрал все яйца. Ну да и ладно. Главное, что я снова здесь, где бы я ни был. Очень много написали комментов под прошлой серией на тему... Ты кто? Так. Так-так-так, мне это не нравится. Пушка у меня есть, да мне на всякий случай нож. На тему этого комплекса и на тему того, что вообще здесь можно найти. Я неоднократно уже раньше просил не спойлерить, но на самом деле большинство комментов, они не были спойлерами. Мне писали, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Мне тоже писали, но это я сейчас его спросил. Писали, что можно найти нечто. Инопланетный робот. Ну-ка, погоди. И когда пишут, типа, того, что вот за пятым кустом справа там или слева можно найти нечто, это прикольно. Это не спойлер. Но когда пишут, что за пятым углом слева, допустим, ты найдёшь какую-то конкретную вещь, которая тебе понадобится там-то или там-то, вот это уже спойлер, и одного человека всё же заблокировал. Пусть он на меня не обижается, но просил не спойлерить. Ну да и ладно. Я думаю, мысль вы уловили. Инопланетный робот. Данное устройство не соответствует ни одной из известных человеку технологий, хотя его конструкция относительно проста. Его единственное замеченное поведение заключалось в нападении на местные формы жизни в пределах древних инопланетных сооружений. Эй, на меня только не нападает где-то. Я его вообще не интересую. Он сломался, может? Имеет мало движущихся частей, содержит перезаряжаемый запас питания на ионной основе, надёжный, энергоэффективный, а время изготовления и назначения устройства сложны в определении. Его относительная безвредность идёт в разрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам. Оценка требуется дальнейшее изучение, то есть его относительная безвредность идёт в разрез с продвинутыми технологиями. Слышь, роботища, я так понимаю, ты не это самый? Ты нормальный? Мне сказали, ты нормальный. Тихо, не ори. Погоди, погоди, что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Сука! Бляха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот ты, пёс, а! Получил? Да, для сбора этого ресурса требуется специальное оборудование. Но специальное оборудование у меня стоит прямо за углом. Я тут могу этих ионных кубов нарезать просто капец сколько, но не опасно ли это? Один ионный куб это термоядерный заряд вроде как. И если я буду своим буром эту штуку тыкать, возможно, она полыхнёт. Портал ещё один. Так, ты успокоился? Не дёргайся только. Я тебе сказал, не дёргайся. Так, ладно. Раз ты не хочешь меня нормально слушаться, значит, парень, придётся тебя отсюда выселить. Нет, я был бы не против ним сосуществовать на этой базе. Э-э-э-э! Батарейки кончились. Но он же сам на меня наезжает. Поэтому, парень, иди, гуляй! Где он вообще? Я думал, он там появится и расплавится, не появился и не расплавился. Так, 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 так. Пойдём изучать. Не факт, конечно, что он был... Блин, а может мне надо было его замочить? И потом исследовать ещё раз? Вскрыть я там, все дела. Ставить ионный куб. А у меня нет. А, ну сейчас у меня будет ионный куб. Так, 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 так. Так, 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 так. Поехали. 61% прочности у креветки. Починить бы её так-то по-хорошему. Ну-ка. Надеюсь, эта штука не рванёт. Потому что если рванёт, мне будет очень грустно. Один кусок отлетел. Давайте я, наверное, распилю сразу всё. Пока даёт, в принципе, халяву надо брать. Ага, ещё кусок. Замечательно. Так, 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 так. Вот это я нагрёб. Семь штук. Ни один кусок больше никуда не улетел. Здесь вроде не видно. Там нет. Неплохо так-то. Там тоже нихрена. Вставляли те. Ага. Ну и куда ты ведёшь? Я видел раньше уже один портал, который ведёт с острова на другой остров. А этот куда? Блин, надо было бы сохраниться по-хорошему. Но уже поздно. И... Это первая база? Та самая, которая островная, да? Да, по ходу дела это... Ну да, источник энергетического импульса 117 метров. Вот оно. Вот оно, куда ведёт этот портал. Ясно, понятно, будем знать. Так. Ну, эту базу мне исследовать, в принципе, смысла какого-либо особо нет. На которой мы только что были. Поэтому возвращаемся сейчас назад. И будем уже целиком полностью исследовать вот это место. Пройду сначала по верху, потом вон туда вниз пойдём. Вставить скрижаль. А скрижаль у меня как раз есть. Гол... Она, 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 она! Голубая скрижаль! Ядрит тебя налево. Которая синяя? А ну давай. Сейчас мы тебя отсканируем. Сейчас мы тебя отцапнем сразу. Сюда, ко мне, говорит. Я тебе что, собачка, что ли? Синяя скрижаль. Гладкий и холодный, с излучающим синее свечение на планетным символом, похожим на заглавную букву H. Несмотря на это... На то, что эти устройства однозначно являются частью системы контроля доступа для тех, кто их создал, их размер предполагает некие дополнительные цели, например, персональный компьютер. Как бы то ни было, технология намного превосходит человеческую. Окей-юшки. Так, у нас есть синяя скрижаль. Синяя скрижаль была нужна мне где-то там внизу для проходов. Тут огромный просто огромнейший комплекс, где еще этот драконище летал. Погоди, это уже все, что ли? Ну да, это, судя по всему, все. Сейчас, вниз там еще занырнем, посмотрим, что там есть. Если ничего, то тогда возвращаемся назад в креветку. В креветке топаем обратно в лодку. У меня птички-то есть с собой? Да, две штуки, все хорошо. Пляха. Мужик, иди сразу гуляй, а. Опачки. Желтая скрижаль. Так, дай-ка мне это сюда. Дай, 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 дай. Угу, опять фиолетовая. Но для того, чтобы сделать фиолетовую скрижаль, мне теперь надо переться на лодку. Ладно, топаем. Ну что ж, продолжаем наше исследование. Так, тихо, не садись на меня. Тут вообще безопасно находиться так-то. Какие-то разряды скачут туда-сюда. Сгоняй сначала за скрижалью, глянь-ка, вон все мне вообще инопланетная теплоэлектростанция. Предлагает прямо все подряд исследовать. Ну давай исследовать, раз предлагают. Данный комплекс напрямую преобразует местную тепловую энергию в электрический ток с КПД в 90%. Большая часть этой энергии сохраняется в подобных аккумуляторам устройствах внутри самой станции, каждая из которых способна снабжать энергией в небольшой город в течение года. Небольшая часть, по всей видимости, передается в другие комплексы по всей планете. Электростанция выглядит полностью автоматически, учитывая текущий уровень понимания задействованных механизмов бесперебойной. Удобный, черт возьми. Это не скрижаль, это текста просто. Я подумал, что еще какая-то новая скрижаль. Загруженные данные об ионной энергии Желтый терминал, установленный наверху инопланетной электростанции, напоминает сетевой концентратор для всей инопланетной энергосети. Данные слишком сложны для посодержательного перевода, однако удалось извлечь полезную информацию касательно инопланетных ионных кубов. Эти кубы искусственно выращиваются из минерального вещества и обрабатываются, чтобы оставаться в стабильном состоянии, несмотря на огромную ионную энергию, содержащуюся внутри. При установке ионного куба в соответствующее устройство эта энергия может выделяться в качестве электроэнергии. Используя эти знания, удалось синтезировать новые чертежи батарей и энергоячеек, которые используют усовершенствованную ионную энергию, заметно увеличивающую их емкость. То есть, по сути, наши товарищи-инопланетяне просто берут и выращивают ядерные боеголовки у себя на грядках. Прикольные ребята! Запрыгни сюда. Надо вон там еще все... Тихо. Надо там еще все почитать. Энергопередача главного изоляционного комплекса. Местоположение главного инопланетного комплекса обновлено в лалканической области, соединяется с этой пещерной системой к юго-востоку от этой позиции. Данный терминал, по-видимому, работает как своего рода маршрутизатор питания, распределяя энергию, собранную на других комплексах где-то на планете. Карантинная охранная платформа, телепорт единица, главный изоляционный комплекс. Главный изоляционный комплекс 50%. Здоровая так-то это. Конструкция, походу. Нет никакого явного способа прерывать ток энергии, однако имеющаяся информация позволяет рассчитать более точные данные местоположения главного инопланетного комплекса. Местоположение главного изоляционного комплекса обновлено, построено внутри естественной расщелины, соединен с данной сетью пещер, расположен в юго-восточном направлении, область вулканической активностью, глубина 1,4. Так это же и есть же, получается, то самое место, где мы были в прошлой серии, правильно? Другого я там ничего такого не видел, хотя плавал довольно долго. Данный терминал содержит информацию об ископаемых, добытых из вулканической породы, выкопанной для постройки этого комплекса. Имеется возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Генетическое расхождение инопланетяне записывали данные по эндемическим органическим останкам, образовавшимся в промежутке от 10 тысяч до 1000 лет назад. Так, эндемические. Че значит эндемические? Эндемическое заболевание. Характерное заболевание для определенной местности связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания какого-либо химического элемента в среде. Плюс одно слово в мою копилку. Вымирание. Образцы грунта тысячелетней давности содержат на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Данные предполагают возможность массового вымирания, уничтожившего большинство видов и способствующего быстрой адаптации среди большинства оставшихся. Так-то. Вроде как мы все прочитали. Да, мы все прочитали, мы здесь все посмотрели. Это непонятная какая-то хрень. Сзади ничего нет. Да выпусти меня! А все! Можем, получается, возвращаться назад в тот самый комплекс. Креветка, кстати, смотрите, не скукожилась в этот раз. А на входе она скукоживается там, а здесь нет. Мы можем совершенно спокойно отсюда вываливаться и плыть вниз в тот огромный комплекс. Поплыли. Ты пойдешь со мной? Да, парень, не твой сегодня день. Идешь там? Нет? Да, идет. Но у него выбора особо нет. Потому что я явно тяжелее. Но тем не менее, меня как-то вообще жесточайше мотает из стороны в сторону, пока он ко мне... Воу. Мужик, ты где? Мужик, ты где? Где он? Серьезно, где он? Наверху где-то застрял, что ли? Так, выпусти меня. Нет его, нет наверху. Да ну ладно, я еще одного терминатора, что ли, убил? Я не хотел! Обнаружены инопланетные материалы и массивная локальная энергетическая масса в 1000 мегаваттном диапазоне. Я, конечно, рад, но ты мне найди ту маленькую роботическую биомассу, которую я тут сейчас куда-то, это... Зашвырнул. Походу, дело, все, я сломал робота. Ничего мне в руки давать нельзя. Ладно, все, возвращаемся на подлодку и плывем. Да е-мое! Понакопали тут дырок. Так, у меня прочности уже 51, то в лаву наступлю, то креветка за жопу укусит. Че за жизнь такая? Давай, 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 давай. Эх, сейчас опять упаду вниз. Как же мне... Да слушай! Сходи покушай, зараза! Да ладно, 36 уже! Быстрее, 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 быстрее. Валим, 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 валим. Давай, давай, даже... Да куда ты, то она вообще вверх. 31. То креветка вообще вверх подняться не может, то прямо стартует, как ракета. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу домой! Домой хочу, я, прости меня, пожалуйста, быстрее. Фух, блин. Прочность 31. Надо будет креветочку починить. Все, ребятушки, валим отсюда совершенно спокойно. Главное теперь найти вход. А дай-ка мне, во-первых, тихий ход, чтобы аборигены не беспокоились и ко мне не приставать. Потому что не надо. Хотя у меня прочности еще, в принципе, дохрена. Но все равно не надо. Кианит! Как раз кианит-то мне требуется для того, чтобы делать синие скрижали. Ионных кубов у меня, в принципе, дохрена. Но кианит у меня там тоже еще есть. Тихо, тихо. Где ты? Не, он вроде как далеко все путем. А где я, во-первых? Вот он, замок. Где вход? Вход, 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 вход. В тот был кратер. Где я? Там, по-моему. Ничего не помню. Но, по-моему, да, поплыли, посмотрим. Если нет, то сейчас будем искать. Да, 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 да. Я был прав. Все хорошо. Вот вход в кратер. А вот там, получается, вход в замок. А вон там огромная тварь, которая пытается меня съесть. Иногда. Но сейчас я опять по той же самой схеме, что я в прошлый раз спокойно на тихом ходу проползаю буквально по самому дну возле этой лавы. Мы с вами залезаем в этот комплекс. И, получается, раскукоживаем вход. Теперь у нас есть ключи. Не то чтобы прямо от всех дверей, но ключи у нас есть. И ведь ему вообще начихать, что он проплывает прямо сквозь эту лаву. Вот огнеупорная скотина. Воу! Слышь, существо! Не надо на меня нападать! Нихрена себе он мне впечатал-то на 10% сразу. Я же спокойно раньше проплывал. На тихом ходу мимо него. А тут он взял и пропечатал. Сука. Валим, валим. Быстрее, быстрее, быстрее. Доплыть, 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 доплыть. Так, надо взять чуть повыше, чтобы было место для креветки. Хорошо. Пляха. Да ладно, дырень прямо здесь. Так, дай-ка мне ремонтник. Я, по-моему, изнутри-то я нифига не смогу сделать, правильно? Либо просто шкаф загораживает. Так-то, возможно, и смог бы. Да пофигу! Так, а? Меня жрут? Нет, меня особо не жрут. Ой, блин! Вот докопались-то аборигина злые. Все, я в домике. Идите нахрен. Ну что? Момент истины. Так, дай-ка я сразу починю креветку, пока помню. Попить уже надо бы по-хорошему. Да и поесть уже. Что-то я так в панических настроениях убежал с креветки. Ну, давай 50, 60. Ну, 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 еще чуть-чуть. Ну, давай, 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 давай. Я понял, что мне надо попить. Не орин меня. Так, ом, 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 вкусняшка. Яйца надо было тоже выкинуть. Че я как этот? Так, все, обопились. А есть нечего. Ну, поехали! И вот он. Момент истины. Ну, любой момент истины надо встречать с пропусционной пушкой в руках. Я слышу, как шевелятся его механические лапки. Ебаха. Вот это я зашел. Так, 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 так. Так, там еще один. Да нифига себе тут этих крабов-то. Давайте, во-первых, вот этот массив данных заберем, изучим. Данные проекта Император. Это устройство записывает данные по особи основного исследования в комплексе. Согласно журналам, было обнаружено, что местная форма жизни под названием Император производила уникальное вещество, названное фермент-42, которое подавляло симптомы инфекции у других местных организмов. Вылечи меня! Образец был пойман и заточен вместе с яйцами, которые он защищал. И на... Да-да, мне есть пора, я понял. Инопланетные исследователи приложили большие усилия, чтобы создать требуемые условия окружающей среды для существа, включая введение взаимозависимых растений и животных с помощью локальных телепортационных врат, однако его здоровье стало быстро ухудшаться. На момент вспышки бактериальной инфекции и последовавшего карантина все попытки превратить фермент в вакцину не увенчались успехом. Так, дай-ка мне вкусняшку. А, ну-ка, 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 что еще здесь есть? Так, секунду, вход был... Ага, вход там. Значит, чисто в теории здесь тупик, а углубление может быть только в ту сторону. Еще одна какая-то жесть. Это маленький этот? Это то... Это... Фиксированный плод. Эмбрион морского императора? Ёбаные судисты! Данный зародыш соответствует имеющимся биологическим данным морского императора Левиафана. Вероятнее всего, это ребенок взрослой особи, которую удерживали в данном комплексе. Поверхностные повреждения этой особи указывают, что она была принудительно изъята из яйца. Недоразвитые покровы предполагают, что организм погиб во время изъятия. Из пищеварительного тракта были взяты образцы тканей. Анализ. Очевидно, инопланетяне пытались выделить лекарства от бактерий из ферментов, производимых пищеварительной системой данной особи. Без юной здоровой особи эти усилия были напрасны. Заражен. Ну, спасибо. Говорили снять костюм. Давай снимем. Пока... Так погоди, у меня руки-то на мне почему... А, ну потому что противородизационные перчатки. Какие симпатичные у меня руки! Прекрасные, зеленые, потрескавшиеся руки. Что может быть чудеснее? Так, иди назад. Да не бубни ты там, а! Так, выпусти меня. Фиксированная оболочка из... А мне сюда можно пройти? А, не пускает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оболочка яйца морского императора. Состав оболочки. Оболочка состоит из толстого слоя графитового композита, что предполагает длительный период развития. Данный вид левиафана способен рожать только один раз в столетие. Возможно, даже один раз за всю жизнь. Разрезы оболочки. Точные разрезы предполагают применение лазерного инструмента для вскрытия оболочки яйца с последующим изъятием находящегося внутри зародыша до его полного формирования. Нехватка времени для разработки бактериальной вакцины могла бы заставить инопланетных исследователей скрыть яйцо и извлечь зародыш для исследования. Возможно, так же, что удаление от родителей естественного обиталища нарушило необходимые условия для естественного вылупления детеныша. Не, ну так-то это Рассолеть это, я не знаю, для такой твари огромной не так, чтобы прямо и редко. Он же здоровенный, он реально просто здоровенный. Драконище этот. Если сто лет будут появляться... А сколько времени он живет, кстати? Я уже не помню. Читали мы про это где-нибудь, нет? Просто если он же огромный, он реально просто пипец какой огромный и чисто в теории он живет очень-очень долго. Не исключено, что несколько столетий. И если, допустим, он живет там, ну, лет 500. За эти 500 лет он может произвести еще пятерых таких же. Это как бы так-то шесть. Они соберут гурьбой тут просто и разнесут херам всю планету. Древний земной клинок! Это новость. А древний земной клинок, датируемый 13 веком, пробы крови на клинке соответствуют ДНК семи разных глав государств этого периода. Данная улика подкрепляет теорию, что инопланетяне являются древней космической цивилизацией, занимающейся тайным изучением менее развитых видов. То есть вот так, эти ублюдки бегали по нашей планете и занимались... Иллюминаты! Самые натуральные иллюминаты! Инопланетное резное украшение, которое инь-янь. Вот оно откуда пошло. Данное резное изделие было сделано тысячи лет назад из неизвестного природного волокна, выращенного на еще не открытой планете. Оно несет удивительное сходство с древним земным символом инь-янь. Данное сходство можно объяснить двумя теориями. Инопланетяне посещали Землю раньше 4 века до н.э. и повлияли на развитие древней китайской философии. Концепция инь-янь универсальна, поскольку инь-янь описывает фундаментальную взаимосвязь на первый взгляд противоположных сил, они могли быть в некоторой форме необходимым жизненным понятием у любой достаточно развитой цивилизации. Утончение двух кругов союза в две противоположные бесконечно маленькие точки — конечность. Это один из логических способов представить это понятие, которое мог быть независимо выработан видом, отличным от людей. Забавная теория предлагает данная игра. Инопланетная статуэтка. Данный артефакт не содержит энергии, что предполагает его более церемониальное, нежели практическое значение. Пирамида напоминает лианны, спирально вьющиеся вверх к теплому синему камню на верхушке. Он может изображать растение, растущее в родном мире инопланетян постройку религиозного характера или даже гравитационное притяжение их родной Солнечной системы. Голографический проектор. У меня такое ощущение, что я его где-то уже видел. Данное устройство содержит сетевое оборудование, узел голопроецирования, вероятнее всего, это некая форма коммуникационного передатчика, захватывающего и проецирующего изображения пользователя в удаленное место. По всей видимости, в радиусе действия других таких устройств нет. У меня реально стойко ощущение, что я где-то это видел. Примитивная скрижаль. Данное устройство имеет большее сходство со скрижалями, используемыми для доступа в эти комплексы, хотя его строение гораздо менее сложно. Возможно, оно служило тем же целям, обеспечивая доступ и сохраняя необходимые данные, и потому было сохранено для поддержания наследственности. Правильно. Типа музей истории. Так с этой стороны получается все. Там какой-то проход, там какой-то проход, там какой-то проход. Тут... Ой. Тут везде какой-то проход. Это мне зачем? Ионные кубы для сбора... Ну, я понял. Но мне не горит сейчас добывать эти ионные кубы. Универсальный переводчик. Данное устройство хранит лингвистические данные о более чем тысяче различных языках. Центральная часть устройства позволяет читать и переводить инопланетные тексты. Анализ содержащихся данных обнаруживает большое количество древних земных языков. А термин CHBC Live неоднократно встречается среди данных устройств. Его значение не ясно. Устройство, по всей видимости, спроектировано для перевода на язык создателя. Оно не работает в обратном направлении. А, то есть вот так только... То есть, если инопланетяне будут ходить с этой штукой, то если я буду посылать их нахрен или еще куда-нибудь подальше, они все поймут. Нанороботы! Эй, вы где? Ну, в принципе, на то они и нано, чтобы их не было видно. Сканирование показывает некую форму высокотехнологичных нанороботов, содержащихся в данной с виду пустой витрине. Эти роботы существенно меньше, чем любые из созданных федераций, а их точную функцию установить невозможно. Тем не менее, выпускать их было бы неразумно. Типа опасные? Расщепитель органической материи? Погоди, зачем мне... Ну, давай, самосканирование. Заражен. Спасибо, вот это новости. Данное устройство содержит крайне нестабильный радиоактивный изотоп, по-видимому, способный уничтожить любые организмы, на которые он воздействует, оставляя физические структуры нетронутым. Несмотря на то, что оно отлично сошло бы в качестве оружия, устройство, вероятнее всего, предназначено для стерилизации помещений с дальнейшим заселением. Было бы неразумно взаимодействовать с ним, не имея инструкций. Да, действительно. В попытке включить, взял бы сам себя, дематериализовал, или что-то вроде этого. Имплантат слежения. И... Данная конструкция излучает широкополосный сигнал, совпадающий с инопланетными передачами, перехваченными в других местах. ДНК на наружной поверхности указывает на то, что он был вживлен в одну из эндемичных для 4546B форм жизни. Его размер, что объект был организмом класса Левиафан. Помимо отслеживания и передачи своего местоположения, плантат также мог записывать биологические данные объекта, хотя извлечь эти данные нельзя. Ну и последнее, инопланетный строительный блок. Вот это мы с вами зарулили. Этот похожий на камень материал содержит как органические, так и механические части, имеет генетические и технологические сходства со структурой, встреченных в других местах телепортирующихся конструктов. В своем текущем состоянии он не служит никакой цели, ожидает своего рода процедуры активации. Материалы наподобие этого могли являться основным строительным блоком инопланетных технологических устройств или даже самих инопланетян. То есть у них здесь по сути реально как музей, но причем в этом музее собраны не то чтобы всякие технологии с разных планет, а технологии вообще с разных цивилизаций. Гребаные иллюминаты. Так, покажи мне, что надо, чтобы здесь проход открыть. Синий опять. Ну, синий это хорошо. Два кианита как минимум у меня точно есть на подлодке. Подлодка стоит прямо рядом. Ионных кубов у меня тоже завали. Сейчас мы с вами пробежимся здесь по проходам. Посмотрим, что тут есть. Эти, кстати, на меня не нападают. Да? Да. Блядь! Сука, напугал. Вот ты петух-то, а! Это называется соблюдай пространство. Взял, внезапно укусил. Угу. Еще один портал. Так умней собой кубы. Да, до хрена. Ну-ка, ну-ка. И куда же ты меня поведешь? Показывай. Показывай. Где я? Серьезно, где я? Я даже не знал, что здесь есть еще такой портал. Это явно не портал острова. Правильно ведь? Глубина 618 метров. Вот это, бляха, номер. Вот это мы с вами погуляли. Слушай, так я... Тихо там, не оре. Я мог попасть, получается, в этот комплекс просто так, без всяких синих скрижали. Просто найти здесь вход за этой... Ну-ка, где это вообще? А это же это, то самое место, где мы Левиафана мучили. Так, задний вход. Елки-палки. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не надо! Нахер. Валим отсюда. Валим отсюда, валим отсюда, отсюда. Валим! Или это не то самое место? Капсула 1400. Так, погоди, я хочу сделать вот так. Сохранил его есть. Вот и собака злая. Я сейчас приеду, буду тебе опять это самое верхом на тебя кататься. Где? Если здесь валяется огромный череп, то это однозначно то самое место. Если череп здесь не валяется, то это что-то новенькое. Да, это по ходу дела что-то новенькое. Мы здесь еще не были. Валим, 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 валим. Уплыл. Петух. Подводный. Реально мы здесь не были, это что-то новенькое. И левиафан здесь получается еще не пуганный. Так, дружище, давай без резких движений только. Я просто проплываю мимо. Ладно. Раз у нас это местечко еще не изученное, надо будет... Ля-ха! Надо будет его отдельно изучить потом. Приплыть сюда на креветки или что-то вроде этого. Давай, валим, валим, валим. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока он нас не видит. Энергия 2,4%. Я правильно плыву-то? Да, вход там. Вот это мы зашли с вами погулять. Возможно, здесь какая-то вообще замкнутая пещера. Не это самое, не соединяется снаружи ни с чем еще. Возможно и нет, хрен его знает. Исследуем это потом. Я реально хочу сюда прийти все же на... А хотя я же не смогу креветку телепортировать, да? Или смогу? Надо будет это проверить. Потому что если смогу, то это будет действительно прикольно. И побегать там на креветке можно будет. Посмотреть, куда ведутся эти проходы. Э-э-э! А что у меня с рукой-то сейчас стало? Ее как-то извернуло и чуть ли не сломало. Данная комната, по-видимому, представляет собой биологический архив, в котором хранится более 40 образцов из местных видов и различных... В различных состояниях развития. Так, не прыгай мне на голову. Так, что у нас в этом повороте? Ебушки ворота. А вот, он как раз про эту комнату мне сейчас и рассказывал. Только почему-то он мне рассказал об этом в соседней комнате. Это же... Это я все могу исследовать. Нет, исследовать прямо сквозь эту закрытую оболочку он не дает. Там массив данных какой-то. Да на тебе! Не ори. Так, ладно. Пойдем читать. Данные проекта инкубации из императора. Бедный император. Данные устройства содержат все доступные физические сведения на определенный момент времени. Последний сохраненный набор данных был записан сразу после того, как комплекс был закрыт на карантин. Данные по особи. Основной изолятор содержит морского императора Левиафана и его яйца. Здоровье родительской особи Левиафана ухудшилось. Его яйца по всей видимости в хорошем состоянии, но находятся в своего рода естественном статисе. Инопланетные сооружения данные показывают, что внутри огромного блока изоляции в особи была построена инкубационная система для содержания яиц Левиафана. По всей видимости, инопланетные исследователи переключились на создание вакцины из нерожденных детенышей. Система инкубации предполагает, что они прибегли к разработке искусственных ферментов для вылупления, которые имитировали бы естественную среду. Когда был введен карантин, все телепортационные врата и точки доступа в комплекс были запечатаны. Хотя нерожденные особи императора могли иметь некоторый потенциал для разработки вакцины, представляется маловероятным, чтобы родитель или дети выжили, потеряв источник питания, будучи изолированными от остальной экосистемы. Во-первых, это все звучит очень грустно, а во-вторых, это все звучит очень по-садистски. Жаль, что нельзя все это исследовать. Я имею в виду, взял бы сразу все яйца, так просканировал, да, выяснил, от какой они твари. Было бы довольно удобно, и потом сразу бы я видел, если бы где-то еще находил эти яйца, сразу понимал бы, от кого они, от чего они. Зачем они? Так, у нас получается еще проход здесь, и есть проходы с той стороны. Давайте, короче, мы не будем тогда спешить с их исследованием и спокойно, вдумчиво осмотрим все, ну и продолжим осмотры следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok